так чем это мы тут занимаемся с тобой что это ты куда-то собираешься куда-то собралась на море когда друзья всем здорово с вами как всегда алексей крылов и как сказала даша мы реально решили уехать и мы только что вернулись турции и угадайте куда мы едем опять на в голову пришла необычная идея многие писали алексей поедет именно в то место и мы едем туда где еще никогда не были вот мы едем турцию дин скажи куда мы едем но многие из вас скажут алексей да ты ж только-только вернулся в турции честно я просто сам не ожидал чтобы так быстро опять поедем в турцию да но мы были в каком направлении мы были в регионе ну точнее в городе алания а мы сейчас едем там средиземное море получается а мы едем в мармарис вот там получается эгейское или егейское эгейское да эгейское море вот поэтому это что-то для нас новое турция в принципе страна большая и каждый регион он разный в принципе это тоже самое что сказать там еду еду в украину украина большая и разная еду в россию россия просто огромнейшая поэтому она вообще вся разная ну и вот многие страны также мы планировали ехать в турцию ну не знаю там через месяцок возможно но я хотел в какую-то другую страну поехать но почему мы именно сейчас едем во первых дарья алексеевна очень сильно хотела на море эта поездка у нас будет уже как мы едем в отель 5 звезд ультра ол инклюзив который находится на берегу моря и место в которое мы едем отеля пока не буду озвучивать находится где на пляже на пляже правильно итак почему именно сейчас после поездки в турции эта поездка у нас была необычная такая динамическая сейчас вот следующая поездка мы получается будем вольт в отеле на берегу моря и это будет чисто такой я как представляю себе такой пассивный отельный отдых вот кто там соскучился за питанием гриль лёха зачем ты нам показываешь эти прыжки с парашютами то есть только новой информации вот с той поездки дал там и показывал и недвижимость что как то есть покажи нам еду бассейн море вот как раз это будет для тех людей кто это просил и почему именно сейчас потому что короче столько слухов ходит что якобы опять закроют границы и я реально боюсь я просто не выдержу опять сколько там месяца три четыре пять вообще кто-то говорит что эта вся ситуация может продлиться там еще на пару лет ну то есть слухи ходят разные и никто реально не знает что и как будет поэтому в принципе если есть возможность почему не поехать тем более сейчас на турцию вот мы едем какие условия то есть как и ехали так и так и едем никаких обсерваций не надо делать никаких тестов не надо делать и плюс на турцию сейчас настолько упали цены что это просто жесть то есть я смотрел можно за 200 там буквально 30 долларов или там за 210 на двоих полететь в аланью и жить на берегу моря возле пляжа клеопатра ну понятно это будет отель такого городского типа но цены просто что что я на тебя смотрю я просто людям рассказываю делюсь впечатлениями ты сказал 210 в районе клеопатра отель клеопатра 210 евро мы смотрели вчера 300 окей ну ладно 300 минимальная цена на двоих что я видела было 270 евро на двоих это все включено тоже где-то в алане а именно отель который находится в районе пляжа клеопатра ну короче да но я просто видишь увидел 200 я округлил до 200 а то 270 было ладно 300 евро на двоих это с перелетом с питания все включено ну там она скромненькая будет и жить возле пляжа клеопатра в алане это просто это ну вот это трындец просто ты летал в прошлом году в сентябре да и получается вы взяли самый дешевый тур в аланию на все включено это было сколько 500 200 на двоих 500 там 20 260 долларов на одного выходила евро по моему получается 520 евро и это было не в районе пляжа клеопатра нет а сейчас 300 евро в районе пляжа клеопатра на двоих да то есть отель тоже такой же как ты едешь ну это скромненький отель но уже говорю алания мне понравилась тем что там и не надо жить в отеле то есть этот город не для все включено там надо жить вот это мне чем понравился алания но сейчас мы поедем в другой город ну как бы вообще это другой край там другая природа другое море но сразу говорю что отель мы взяли не самый дешевый я принципе мог взять дешевый если бы ехал с кем-то ну типа мужской компанией я взял самый дешевый вот тут за 300 евро на двоих я реально поехал туда возможно еще и поеду после но если жена не дешевый но далеко и не там дорогой да но мы взяли не дешевый да и это все узнаете попозже дашь ну ты прям вообще молодец короче давай мы оставляем дашь пусть она тут раскладывает вещи да а мы пойдем там уже заниматься своими делами готовить вот оставляем ее упаковывать вещи да сама все разложишь ну что пришел за своими документами многие спрашивают где алексей ты покупаешь туры вот я на протяжении многих лет беру туры у екатерины мы с ней записали огромное количество видео я думаю многие из вас видели также здесь работает анастасия вот я думаю кто покупал тут их знают уже очень хорошо вот мы записывали совместные видео про египет про турцию разбирали все курорты в общем ссылки на все эти видео там их наверное штук 15 штук 15 наверное будет под видео посмотрите они будут очень полезны вот я пришел вам за документами кстати ну начнем с того что за почем я купил путевку потому что все будут писать неправда но на самом деле во первых всегда как я говорю должно быть сопутствовать удача да это раз и второе это мгновенная реакция тут мы во сколько бронировали ну в 10 вечера в 10 вечера да но это не означает что всем надо писать именно в 10 вечера потому что туры не каждый день появляться 10 вечера но сам факт что этот тур появился я вам сказала что да все стоимость актуально класс надо бронировать и стоимость хорошая вы в течение пяти минут ну да вы не сбросили деньги паспорта у меня уже были естественно мы мгновенно забронировались все если бы мы проверяли этот тур утром то утром его уже не было сейчас на этот тур естественно ценник совершенно иной так смотрите тур я купил за 700 евро два взрослых один ребенок на следующий день например уже вот дата моя закрылась если лететь на следующий день этот отель будет стоить уже тысяча сколько там 600 евро да вы говорили там в один и тысяча пятьсот шестьдесят один евро вылет третьего до тысяча пятьсот шестьдесят один евро то есть разница уже колоссальная то сколько тысяча больше чем в два раза больше чем в два раза вот и цены это абсолютно реальные то есть просто надо иметь мгновенную реакцию это просто акционное предложение как люди часто спрашивают бывают ли акционные какие-то предложения и горящие туры бывают но они бывают крайне редко но они бывают и тут вопрос уже в том словил ты это туры allied все кому то повезло кому то не повезло кто то успел сесть на этот рейс вот оно не успел а бывает такое что несколько номеров буквально по акционной цены то есть по сути не за счет рейса за счет проживания, да, скидка. Вот выставили один, два, три номера по контракту, есть у этого оператора по вот этой акционной цене. Кто-то успел занять номер, а кто-то не успел. Поэтому тут надо, главное, скорость. Да, ну скорость, прежде, вот мне сделали предложение, и моментально надо брать, вот, вот так вот. Да, Леш, по документам, вот все документы здесь, то, что мы проговорили утром уже сегодня, да, все документы упакованы по рейсу, у нас ничего не поменялось, всю информацию, как я сбросила в Вайбер, вся эта информация, ну, верно, ничего, у нас изменений никаких нет. Ну, по аэропорту вы уже грамотные, вы уже все знаете, держите. Да, все, спасибо. И вот меня мучает один из таких главных вопросов, то есть, что обозначают вот эти все дипломы, сертификаты в турагентствах? Что это такое? Ну, это сертификаты с наших поездок, рекламные туры, есть у каждого турагента, есть рекламный тур. Что это такое? Это мы ездим и для вас смотрим, изучаем отели. Смотрим, нюхаем, щупаем, чтобы вам потом можно было рассказать. Ну, это же правда. Да. Поэтому, когда ты проходишь какой-то рекламный тур, то есть, в какой-то поездке возвращаешься, ты получаешь сертификат. На эту стоечку, к сожалению, все сертификаты не помещаются, мы просто периодически их обновляем, то и дни у нас здесь находятся, то более свежие появляются, уже не совсем актуальные убираем. Ну, вот, за каждым сертификатом это 40-50 просмотренных отелей за неделю. Я просто знаю, что и по 60 отелей смотрят. Да. Ну, зависит, какой тур, какая продолжительность тура. Например, чем длиннее тур, например, на такие экзотические направления, как Шри-Ланка, как Доминикана и так далее, да, соответственно, длиннее тур, больше отелей мы смотрим, больше территории мы смотрим. Вот, все, пробуем, щупаем. Живем тоже, и в тройках живем, и в пятерках, и в лакшери. Ну, например, считаем сертификаты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это уже 500 отелей, получается. Минимум. Это 600 отелей, если по этим сертификатам, мы берем среднее 50. То есть иногда в поездках, я знаю, по 60 смотрят отелей. Вот. А у вас сколько их вообще всего? Ой, мы не знаем. Сколько пересмотрим отелей? У них это края старенькие, мы даже не выставляем. Мы с вами вообще просто периодически узнаем, ставим новые, потому что, ну, годы идут. Это, скажем, за крайних три года. Да? Да. То есть пересмотрено вами уже больше тысячи отелей где-то, да? Да, больше. По всем направлямам, конечно, больше. Потому что один Египет и Турция, да, сколько там отелей. И такое разнообразие мы предлагаем. Естественно, это все просмотрено. И обходили это своими ногами, пересмотрели своими глазами. А там еще и плюс другие направления, более экзотические. На Египте, на Турции, естественно, никто не ограничивается. Это просто более популярный. Ну и плюс в этом году мы тоже попали на карантин. У нас четыре рекламника чуть-чуть ушло. Но при этом один рекламник уже катался, и у нас сейчас еще... Ну, и меня один вопрос мучил. Что, какие ощущения вы испытывали тогда, когда начался карантин, и всем начали как? Всем туристам, получается, как? Испортили отдых. Ну, ощущения на самом деле были такие, очень двояркие. Ну, я думаю, нервов это столько было. Для нас это ситуация из ряда вон. Никто, естественно, этого не ожидал. То есть, что так же, как и туристы, так же и мы не ожидали. Ну да. Никто не был к этому... Это всем туристам надо переносить путевки, да? Это мы все переносили. Как я называла, в свое время мы занимались вот с марта месяца по июнь, ну, так мы шутку называли, волонтерством. Потому что мы постоянно работали, но при этом мы ничего не зарабатывали. Много очень туров переносилось. Деньги туристам никакие мы не потеряли, слава богу. Некоторые деньги замораживали. Просто заявки замораживали, если туристы были не готовы перенести на какие-то даты. А некоторые сразу переносили. Сейчас некоторые вот выводим деньги на новые заявки. То есть, бронируем уже на ближайшие даты. Туристы уже определились в сторону, мы бронируем и, соответственно, эти деньги зачисляем. Но, слава богу, никто ничего не потерял. И это самое главное. А там уже какие у нас были эмоции, это уже остается на зарядке. Самый главный плюс это то, что у нас самые лояльные, самые хорошие туристы, да? Мы, наверное, как агенты, наверное, тоже располагаем как-то чем-то. Никто не было каких-то там, не знаю, ругательств. Не было каких-то там сов, там подать в суд, да. То есть, у нас все абсолютно нормальные, лояльные туристы, все отнеслись с пониманием, слава богу. Потому что это от нас не зависит на 100%. Это государство, это коронавирус и так далее. Поэтому всем спасибо. Мы не отвечали все издяно, конечно. Мы больше такого не хотим. Самое главное, на канале есть раздел «Сообщество», и там вот я публикую предложение, которое присылает мне Екатерина. Поэтому кто спрашивает там про туры, какие сейчас актуальные цены, эти все предложения от нее. Вот так вот. Да, но только нужно понимать, что эти предложения выставлены здесь и сейчас. Да. Через два, через три дня эти предложения уже есть. Не актуальны, да. Вот. То есть, имейте это в виду. Если какой-то отель понравился, то можете сказать, мне понравилось, например, из подборки три отеля, что вы скажете, когда в них будет хорошая цена. А мы проверим под ваши даты, под ваш состав туристов без проблем. Все, забираю я свой конвертик счастья. Смотрите, для тех, кто, повторяю, спрашивает, где беру контакты Екатерины под видео. Вы скажите, когда вам можно писать? Вот, например, там суббота, воскресенье, ночью. Можно вам писать или нет? Ну, ночью, конечно, иногда мне тоже хочется поспать, потому что я живой человек. Абсолютно адекватный. Но ночью мы, конечно, стараемся решать просто какие-то, если срочные вопросы возникают. Телефон всегда со звуком, никогда на беззвучке не бывает, поэтому ночью только экстренные вопросы. Желательно писать в течение дня. Ну, вы же мне не написали конкретно в 10 вечера, что мы хотим куда-то попасть. Ну да, да, да. В 10 вечера это уже просто мы нашли тур, который мы уже пронимали. Мы написали вы мне в течение дня. Поэтому, пожалуйста, все рабочие вопросы, да, все по турам. В течение дня с 10 часов мы работаем каждый день до 19, в субботу мы работаем до 15 и задерживаемся, естественно, по необходимости, воскресенье, выходной. В воскресенье мы проверяем конкретно, конечно, все рейсы на понедельник, которые необходимы, то есть все, что по плану, и на связи со всеми туристами. Если какие-то подборы могут потерпеть до понедельника, то можем потерпеть до понедельника. Если что-то нужно срочно, конкретно, вот на понедельник, вылет, например, да, там или на вторник ближайший, то, естественно, мы его в воскресенье тоже бронируем и все делаем, работаем. Ну, а так уважаем себя, да, уважаем друг друга. И есть, ну, вот рабочее время, а ночью я уже могу написать, что есть тур, и его надо брать. Ну да, это уже будет зависеть от вас. Ну что, вот я вернулся домой. Давайте я все-таки, ладно, уже я никогда не озвучил, в какой отель я еду, но сейчас я скажу, в какой отель мы поедем. Вот, так, отель называется, ну, это к тому, что, потому что видео выходит почти что день в день, вот, и кто вдруг захочет посмотреть актуальные цены, тот реально поймет, что, ну, по цене реально классный поехал. Так вот, отель называется Ideal Prime Beach, который находится в Марморисе, 5 звезд. И вроде ультра все включено, или просто все включено. Это мы дело посмотрим. Вот, я просто, если честно, никогда не обращаю там, все включено, ультра все включено, потому что мне алкоголь, в принципе, так себе. Так что, друзья, я вам все рассказал, потому что многие писали, Алексей, там, когда классные цены, говори, где покупаешь, говори. Вот я вам все рассказал, вот. Вот, я ни в коем случае, вот, самое важное, никому ничего не навязываю. Я не говорю, чтобы все прямо сейчас бежали, покупали туры. Я вам объяснил, почему, ну, как я купил, то есть я бы сейчас, например, испугался бы бронировать заранее, например, через месяц, например, куда-то. Потому что вы сами понимаете, какая ситуация. Вдруг вот закроют границы, и все. Если полететь, например, там, через день, через три дня, как бы, и по новостям не говорят, что там будут закрывать границы, что-то будет происходить, то, как бы, вот, ну, я бы так делал. Я бы летел, вижу классная цена, и я бы летел, бы не парился, вот. Если за месяц, я, конечно, бы переживал, это я говорю, вот, от себя. Ну, думаю, многие, наверное, с этим согласятся. Поэтому, кто хотел классно отдохнуть по невысокой цене, вот сейчас вот цены реально упали. Вот, а ехать вам, не ехать, это уже ваше, ну, ваше решение. И тем более, я говорю про Турцию, потому что, например, в Египет, там, по-моему, тесты надо. Многие страны закрыты. Где-то надо тесты по прилету, по вылету, где-то надо там на самоизоляции сидеть. Ну да, либо делаешь тесты, не сидишь. Вот такие. А сюда вот пока что не надо. Что будет дальше, непонятно. На этой прекрасной ноте я заканчиваю видосик. Всем счастья, здоровья, всего самого хорошего. И следующие видео уже начнутся с нового путешествия, в котором мы отправляемся. Вот так вот. Буду стараться, чтобы они выходили день в день, если будет классный интернет. Вот. Если не будет классного интернета, потому что я вот в Турции иногда сижу, по 20 часов видео грузил и не загружались. Вот. То будут выходить с опозданием. Всем мира, добра, любви, всего самого хорошего. И самое главное путешествий. Заглядывайте под видео и смотрите полезные видосики. Пока. Путешествуйте. Субтитры сделал DimaTorzok